Я нашел чат. Да, чат найти непросто. На сайте virtuspro.org чат вообще поломан. Но я же говорил, я смогу это все сделать. А вы не верили. Вот и все. А ты боялась. Даже платье не помялось. Поехали! Да езжешь мы в игре! Быстро пробегаемся по пикам, банам, составам. Итак, групповая стадия Старладдера. Нави против Фнатик. Состав Нави. Пупей, Хвост, Дэнди Лос и Сержо Ревен. Который, возможно, сегодня присоединится к нам на трансляции EMS. Я бы очень хотел, во всяком случае, чтобы он присоединился. Ну и Fly No Tail, Era, Трикси и Хани от Фнатик. Тоже их основной состав. Начинали пикать первыми Фнатики. И забанили они Дарксира Никса. Ответили им Нави Бэтрайдером Котлом. Висп пошел от Фнатиков. Хаос Гирокоптер. Ответ Нави. Не дать. Хаос со Фнатиком вместе с Виспом. Следом пошел Лайфстиллер и Бестмастер. Интересное решение Бестмастер и Лайфстиллер. Я бы сказал, достаточно дефолтно смотрится с Виспом. Ну, часто его используют, когда вот так вот хаос как-то не дают забрать. Либо просто... Ух, у меня жарко стало. Раздеваемся. Далее последовал пик Гирокоптера Байна. Ну и, соответственно, Бист. Инчантрос, Профит, Шторм. Шторма в отбаниле для Хани. Слишком сильно он на нем раздает. И... Магнус, Брюмастер, Энигма от Фнатик. Пупей забирает своего любимого Акса. Жду ваших комментариев по поводу того, как меня будет слышно. И... Фнатик. Фнатик не могут играть без каких-то героев, способных подкрысить, подгрызть. Без инвизоров. Вообще, ни одна игра у них не обходится. А если и обходится, то они собирают Shadow Blade. Такие, ребята. Интересные. У меня уже начало пригорать. Говорят, что микрофон орет. Если микрофон орет, мы можем сделать его еще чутка потише. Или просто сесть чуть-чуть подальше. Нет, реально, что-то очень громко. Так, давайте еще немного потише его сделаем. Как-то я бодро, чересчур. Но вот так вот должно быть ок. Снять левый носок. Нет, левый носок я снимать, пожалуй, не буду. Ну и что у нас? Undying. Последний пик. От Na'Vi. Все, перебрал. Все названия команд. Пупей будет играть на Undying. Акса отдают Денди. Бэйн. Я думаю, останется у нас за Серджио Ревиным. Да? Нет? Нет? Да. Далее Хаос. Хаос хвосту отходит. Ну и Герокоптер, соответственно, за Ластом. Хотя, кто знает, может быть, Лост сыграет у нас на Бэйне. Смайл. Нет, Лост все-таки за Герокоптера. И Бэйн будет от Арзарта. Ну и Фнатики. Флай берет себе ВР. Это будет саппорт ВР. Эра на Рики. Значит, Рики будет фармить. Ноутейл на Виспе. Да, Ноутейлу часто достаются вот такие вот герои. Саппорты, которыми нужно уметь хорошо играть. И, надо сказать, Ноутейл, это, конечно, игрок хороший. Наверное. Ну и остались у нас Ханни и Трикси, соответственно. Я подозреваю, что Ханни достанется у нас Лайфстиллер. А Трикси, соответственно, будет... Помогать ему. Так, Окс слышно, говорят. Ну и отлично. Отлично, что Окс слышно. Окс слышно. Да, конечно, пики пошли такие, что... Ну, как-то мы отошли немного. Не мы, а точнее, профессиональные дырки. Отошли от стандартов, типа какой-то кэри, два четко саппорта, один соло-мид герой и в хард. И начинается такой пик, где... Вот, например, у Нави есть два героя, которых четко можно отправить на позицию кэри. Есть герой, который великолепно смотрится в лесу. И его, видимо, отправят в этот раз на мид. Бэйн, саппорт, да, на котором будет играть Смайл. Андайн, которого можно поставить в хард, но на нем будет играть Пупей. Короче, ситуация интересная. Я подозреваю, что это будет соло-хаус на легкой. Герокоптер пойдет в триплу с Пупеем и Смайлом, а Дэнди пойдет в мид на Аксе. Ну и, собственно говоря, что у нас с этой стороны? Да, Ханни берет Лайфстиллера. Ну, просто Трикси обычно играет на хардлайнерах. И он в этот раз поэтому забирает Бестмастера. А Ханни играет на всем, чем угодно мид. Скажем так, Ханни человек мид. Неважно, какой герой, вообще абсолютно. Он сыграет на любом, абсолютно. Так, я пытаюсь настроить себе рабочее место так, чтобы удобно было. Ну, вроде так вот норм. Надеюсь, я высяжу. Первый раз я сталкиваюсь с тем, что реально неудобно сидеть. ГЛХФ пишет хвост и нави бегут все в пятером в чужой лес. В чужой лес они бегут и драка, конечно, у них достаточно сильная. Ну, скажем так, Рики, героя, который вообще молчу, может сделать в начале игры. Вот именно в такой драке 5 на 5. А здесь есть герокоптер за счет рокет баража, способный убить, мне кажется, вообще любого. Есть андайинг. Ну, плюс вот всякие такие аксы, бойные, хаос со станчиком, либо рифт возьмет. Но рифт, наверное, с виспом было бы логично взять. Видим, что Трикси отправляется пока что куда-то вниз на легкую линию. На миде у нас будет эра. Интересно, почему у Рики нету тени? Вот это баг. У меня тени включены, я могу вам это доказать на примере хотя бы герокоптера. Вот видите, у герокоптера тень есть. А Рики тень не отбрасывает с какого-то... С какого-то. Ну и давайте, чтобы у нас сегодня уж совсем наркомания была, мы включим комментатора Шторма. Да, и он будет орать. Battle Begins своим истошным голосом. Неистовым. ДД забирает хаос. Нет, все-таки хаоса отправляют с триплой, а герокоптер идет на легкую. Кстати, действительно логично. Так более как-то правильно. Ну, потому что герокоптеру все-таки он рейндж и такой может напихать очень здорово. Один на один. А хаосу было бы посложнее. Нужно было бы что-то, какой-нибудь ботл обузить. Ну, потому что все время его в эрах охарасило бы. Посмотрите, что делает Лайфстиллер. Лайфстиллер выходит на Дэнди. Здесь уже Рик с виспом. Они его догоняют. Лайфстиллер, опен ваундс. Ой, Дэнди. Дэнди Крик. Дэнди. Дэнди, живи. Нет, Дэнди. ФБ. Такие вообще просто... Сосада. Фнатики начинают свою эту доту. Хитрую. Хитро выдуманную. Против которой даже Дэнди бессилен. Пуппи отправляется на топ. Опять. Висп. Опять Висп с Рикки здесь бегают. Бист против Хаоса и Бэйна. На самом деле не очень приятная такая для него ситуация. Потому что рифт, какой-нибудь там сон. Хаос тебя оббегает. Дает в лицо ста. Начинает бить. Бэйн тебя уже тоже оббежал. И просто без подшага. Так как они тебя уже оббежали оба. Они тебя начинают бить, бить, бить. Но я думаю, что... На первых лвлах бесту не стоит так сильно бояться. Лайфстиллер. Ух ты. Находит лайфстиллера. Неплохо. Нужно что-нибудь добавить туда. Добавить вообще нечего. Пупей. Пупей. Пупея бьют. Гирокоптер динает. Очень здорово. 8 крипов у хвоста. 9. Хвост пока что фармит. Достаточно неплохо. Видим, что Смайл отошел. Пытался взять руну. Руны нет. Акс берет хосту. Акс бежит за флаем. У флая проблемы. Ой, хорошо. Криком достает. Дэнди отомстил. Гирокоптер забирает фраг. Ой, лост. Лост. Лост аккуратно. Хорошо. Сконтролили руны. Хорошо сыграли нави. Смайл сразу на второй минуте. К второй минуте точнее. Пошел чекать руну снизу и мог доставить неприятности с каким-нибудь инвизом, ДДшкой. Да с любой руной. В общем-то. Акс пошел на топ. Ну и в итоге Акс в общем-то... Ой-ой-ой-ой-ой. Ставится туча, Дэнди. Жить. Скрим. Последний выстрел. Кидает горелку. И в киберарене падает. Интернет. Да, фнатики... Фнатики настолько суровы, что они убивают не только Дэнди на Аксе, они еще и дропают трех стримеров киберарены из игры. Это вообще, конечно, жуть. Я бы забанил. Кстати говоря, у Рики-то... Ну, по той же комбинации, что и хаос можно действовать. Ты прыгаешь на героя и станет тизер. Такие вот дела. Так, ну и что у нас? Вернулись. Вернулись. Да, видимо, там что-то было с интернетом. Потому что если было что-то со светом, не успели бы так быстро вернуться. Ну, это замечательно. Потому что нет у нас больших пауз. 2-1. Пока что Акс на миде терпит от виспа. И не только от виспа. Ой-ой-ой, какой быстрый висп. Влетают в Дэнди. Дэнди дает крик, чтобы побольше продержаться. Пьет из бутылки. Дэнди, живи, Дэнди! Вешает горелку на Рики. И Рики добивает его, сбивает горелку уже второй раз. Да, фнатики, конечно. Смайл. Сейчас будет туча. Нет, туча на кулдауне. Нет, есть туча. А что ж ты тучу-то не повесил? Друг! Ой, вовремя как! Сон! Ударь его, ударь! Добивай еще чуть-чуть! Рики, какой же быстрый! Сапог есть у Рики. У Байнаса сапога нет. Он мог бы дотянуться, но... Смайл. Хорош, выжил. Хватило хп, хватило... Маны, мышка у меня что-то начинает подлагивать. Коврик нахрен выкидываю. Хани на верхней линии помогает Флайо фармить. Или кто здесь кому помогает? Я не знаю. Ой-ой-ой, андаинга нашли! Где это вообще? На миде! Что он здесь делал? Тем временем Дэнди фармит в лесу. Нет, все равно не все так хорошо у Нави. Если можно так сказать. У них это вообще, на самом деле, все плохо, по-моему. 4-2 и... Много-много уже отдали этому Рики. Бэн неплохо гоняет с ДД сейчас Трикси. Проедает елку. Видит Трикси еще, еще напихал ему. Здорово! Правда, получил пару орехов. Нет, один орешек получил. Бэн, на самом деле, довольно такой прочный герой. По нему неплохо вроде влетает, но держит удар. У Рики уже третья пассивка. Это значит, что со спины он рубит очень-очень больно. И убегать от этого героя, конечно, очень неприятно. Андаинг выходит на Бестмастер. Нужно в Соново. Хорошо, Сон! Стан на 2 секунды. Хорошо, забирают. Вовремя оказался еще и Андаинг. Но я думаю, даже без помощи Андаинга забрать можно было бы. Акс с третьей горелкой на пятом левеле приходит также вниз. Тем временем, что мы видим? 27 крипов у Хвоста, 20 у Ласта. Нет, 20 у Эры, 20 у Хани, у Ласта Семнашка. Трикси 16 крипов, Дэнди 9. И общие графики выглядят как небольшое преимущество Фнатиков. Но отыгрывать это все еще можно. ТП наверх дает Андаинг. Здесь очень больно было Герокоптеру, но Лайфстилеру не хватило просто-напросто урона. И он решил смотаться отсюда. И правильно, наверное, сделал, потому что Андаинг уже летел. Фортификейшн пошел. Фортификейшн на вышку. Рубит вышку. Тут Висп уже готов помогать. Висп накручивает шарики. Ой-ой-ой, пытаются, пытаются зацепить сейчас Смайла. Но Смайл вовремя отступает. Молодцы, Нави. Мне интересно, а что Рики? А Рики уже с шестым, даже с седьмым левелом с раскачанной пассивкой. Бегает, абсолютно ничего не боится. Кстати говоря, вчера Фнатики тоже из-за премьер-лиги отказались играть на ЕМС. Ну и свой матч-то на премьер-лиге они выиграли против Дигнетес, по-моему. Да, по-моему, против Дигнетес. Очень уверены. 2-0. Все там, потащили. Поэтому сейчас можно, наверное, назвать, что на данной неделе Фнатик пока что первое место занимает среди европейских и американских команд. У них самые лучшие результаты. Они проиграли только Рокскиз. Ну это все вообще можно списать на какую-то... Ставится ракета. Ульт. Крик. Трикси. Дает топорики и добивает его Герокоптер. Хорошо. Оставили одного беста. Очень-очень много движений с линией. На линии практически ни один герой не задерживается. Все ходят то в одну сторону, то в другую. Риг здесь уже Мэджик Ванк, ПТ-шка. Боты тут пушить Денди, Смайл, Хвост и Лост вчетвером. Один Пупей. Ну, ему нужно быть очень осторожным, потому что если его здесь увидят... Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Высосал силы. Ну и все, и уходит отсюда Эра, потому что его атаковала Лышка. Добивают. Соберок снизу. Что у Хвоста? 32 крипа. Лайфстиллер уже обгоняет потихоньку. Видите, у Лайфстиллера есть Орбо Веном. Немножко замедлять помогает ему. Плюс родное замедление. Нет, в задницу этот анонсер. Я уж извиняюсь, он меня просто вымораживает. Лучше стандартный будет, этот слишком какой-то оручий. Пауэршот пробивает Ласта. У Ласта никакого хила, кстати, нету и урна я не вижу. Но есть фласочка одна. Дэнди с инвизом в бутылке. Будет у него Транквилы. Так, что-то летит сюда. Да, это Мэджик Ван, я так понимаю, Смайлу. Да, Мэджик Ван с Ол Рипом захиливают Ласта. Хвосту не нужно танковать. Пупеи тоже под вышкой не нужно танковать. Но все-таки они танкуют. И это будет 2 в 1 сейчас размер. О, 1 в 1 по вышкам размер. 2 в 1, не знаю, откуда я эту цифру взял. Две вышки, видимо, упадут. По одной у каждой команде. Нет, слушайте, а я оказался прав. Это реально 2 в 1. Потому что сверху тоже снесли вышку. Да, есть у Нави один минус. Они пушат ТВРА, все, молодцы. Но они пушат ТВРА в четвером или даже в пятером находясь. Это плохо. Потому что им пушат ТВРА по двое и тоже сносят. При этом еще ВРочка что-то там дефит, фармит. Ой, какой закуп у ВРки слабенький. Покупает сейчас топок, ПТшку. ТПшку, точнее. И глаза. Но хоть что-то появляется. Да, опять там я слышу ТВИЧ лагает. Но вы можете попробовать, конечно, пообновлять, переключиться на другой. Но, скорее всего, ТВИЧ будет лагать у всех сегодня. Как и в последние дни. Ну, то есть у кого-то не будет лагать, а у кого-то будет лагать беспощадно. Итак, давайте посмотрим, что у нас по деньгам. Полторы тысячи преимущества ФНАТИК. И три тысячи они ведут по опыту. Хвост скоро будет с барабанчиками. Смайл имеет брейсер, имеет сапожок. Но это неплохо. Нужны, конечно, какие-нибудь форстафы. Что-то такое полезное, чтобы выталкивать из тучки Рики. Дэнди Транквилы. Нужно ему их юзать, на самом деле. Не знаю, чем он ждет. Да, юзает Транквилы. Транквилы крипами не сбиваются. Ну, и последний удар остается. Добивает всех Оггров. 300 монет сверху. Нормально, фармит лес. Эра. Что у Эра? Что он вообще фармит? 2300. Ну, наверное, самый логичный вариант это Диффуз. И, скорее всего, Эра будет этот Диффуз фармить. Потому что нету здесь такой ситуации, что Рики по таймингу прям необходимо собирать БКБ. И без этого БКБ он ничего не сможет сделать. Никто пока что не идет давить Фнатиков. И... Ой, минус смайл сейчас будет. Еще и Лайфстиллер здесь оказался. Рокет Бараж. Неплохо. Лост впрягается. Лайфстиллер. Лайфстиллер уходит. Поджигает его немножечко Акса. Лайфстиллер потеряет немного ХП сейчас. Ну что ж, хорошо. Лост впрягся. Ой-ой-ой. На Дэнди влетают. Дэнди ничего не успевает сделать. Попытка захилить. Ставится тут же Тамбапу пеем. Очень быстро действуют Фнатики. Пытаются отвечать им так же быстро Нави. Но Нави действует медленнее. Рифт. Неплохо. Сюда же влетает Висп. Зачем? Непонятно. Ловят неплохо Хани. Хани пытается спасти Висп. Висп не спасает Хани. Нужно... Нужно Виспа убивать. 5 секунд. 4. Нет. Решают отступить. Ставит Сентряк. Видит Сентряк оппонента. Сбивают его. Хорошо. 6-7. Да. Нави тоже действует достаточно неплохо. Разбираются сейчас в этой ситуации. И вовремя оказывается здесь Хвост. Скажем так. Пытаются друг друга на каких-то ошибках поймать Хвост. Вовремя разворачивается. Да. Нет. Рики все-таки решает собрать БКБ. Ну вот это такой момент. Я никогда его не могу в доте прочувствовать. И конечно спорить не буду. Когда БКБ нужно, а когда нет. Не то, что Рики БКБ не нужно. Рики БКБ по-любому нужно. Но когда именно стоит сначала собрать там какой-нибудь дифуз. Потом выходить в БКБ. А когда сначала нужно прямо сварить БКБ. Вот Рики решает сварить это БКБ. С одной стороны неплохо. И в БКБ он страшный. Ему ничего не сделать. С другой стороны с дифузами. Вот по такой игре, где он все время носится. Пытается кого-то наказать на карте. Ему было бы проще. А Фнатики так любят делать. Но видимо Эра все-таки... Вот если бы это был Хани, я практически уверен, он собрал бы этот дифуз. Потому что Хани соло-мидер. И у него манера игры такая. То есть где-то бегать, кого-то убивать, подрезать. А Эра это Кэри. Которому главное, что в драке резать, резать и резать. Чтобы его никто не мог остановить. И ни в коем случае не умирать. Пупей сильно достаточно пробит. У него мало денег. Да, и Мека достаточно долго еще будет собираться. Поэтому решает просто отступить. Лайфстиллер. Лайфстиллер по-прежнему не очень. Ну и я так понимаю, Рики у нас сейчас лидер по фарму. Чуть-чуть отстает от него хвост. Хвост также идет в БКБ. Против всяких тучек и тому подобных неприятных штук. Всяких шеклов. Замедление Лайфстиллера. Пупей. Еще один хил. Ставится ракета. Поджигают ВР-ку. Ой, а ВР-ке-то будет очень больно. Очень больно будет ВР-ке. Она попыталась сбить. Она вроде сбила с себя эту горелку. Теперь горелка вешается на 3х. Ой-ой-ой, как хвост неудачно пошел. О, это все. Просто сейчас будет борода. Стан. ТП нету. Идут, идут, идут на перехват спасать хвостецкого. Хорошо. И Рики. На самом деле странно сыграл Эра. Нужно было бежать сюда, он бы успел. Тут просто хаосу две тычки дать. Спасают хвоста. Молодцы. Нави вовремя пошли на помощь своему тиммейту. И хвост там тоже все нормально сделал. Правда, опять очень много игроков Нави бегает кучкой, пока фармит Рики, пока фармит Лайфстиллер. Покупает ТП-шку хвост, бегает на базе, ждет, когда отрегенится хп. Ой, как поймали Дэнди, что же ты тут делаешь, Дэнди? Да, это очень странная ситуация. Каким образом вообще здесь Дэнди оказался, я не знаю. Хотел кого-то подцепить и... Поджег, видимо, поджег Виспа, я не уследил за этим. И Висп просто отдался нейтралам, потому что не имел возможности уже никого добить. Добить Виспа под Горелкой, под Баттлхангером, как любого другого героя нельзя. Пришлось отдаваться. Ну что ж... Ну хоть как-то Дэнди разменялся. Хотя, конечно, что он там делал, я не совсем понимаю. Висп уже седьмого левела, есть Соул Ринг. Что там у Андаинга с Меккой, Пупей? Медленно, ну верно, подходит. Ну скорее медленно, чем, верно? Потому что вроде деньги есть, но... Когда там будет эти 900 монет... Да, и тут еще Дэнди ему помогает фармить, в кавычках. 400 монет, еще 500 нужно дофармить. Рики БКБ. Да, дамаг очень серьезный. Вот это 120 дамага, пусть вас... Это как бы не смущает. На самом деле там дамага гораздо больше. Потому что в спину входит бонусом еще порядка сотки. Ну не сотки, может быть, но 90 точно есть. У него под 80 ловкости, 1.25 множитель. А Рики бьет в спину очень-очень часто. То есть у него с прыжка начинает лупить в спину, на отступление лупит в спину. В идеале, конечно, если какой-нибудь хаос, просто лицом к лицу с ним будет драться. Пусть даже там в туче. Но главное не позволять бить Рики со спины. Это, конечно, такой момент важный. Полетели. За кем? За хвостом. Лайфстиллер вылезает, цепляют хвоста. Но это минус, конечно. Мега килл от Эра. Очень хорошо нашли хвоста там, увидели. Просто забирает сейчас Рики хвоста. Возвращается обратно. Здесь его никто не ждал почему-то. Хотя могли бы ждать. И Смайла сейчас убьет. Убьет, убьет. Да, Unstoppable. Смайл тоже загулялся. Лост. Доминатор, что ли, фармит? Очень похоже на Доминатора. Есть фейзы. Да, вот он. Прилетает к нему Доминатор. Крипи теншентов. Два просто сейчас фрага отдали Нави. Очень важных. И Рики убивает саппорт, убивает керри. Получает еще немного экспы золота. Ну и не так уж и немного на самом-то деле. И делают все. Наверняка стараются делать. То есть и Лайфстиллера с собой взяли. Хотя это нафиг было не нужно, по-моему. Ну, с другой стороны, кто знает. Без Лайфстиллера там Хаос мог выбежать из тучки. И попробуй его догони. Диффузов-то нету. Тем не менее. 8000 Рики, 6000 Хаос. Отставание Нави пока что еще не критичное. Но уже довольно большое. И Фнатик идут пока что к победе. В этой игре. Уверенно. Мека 200 монет. Отпупеем. Ловят Лайфстиллера. В рейдже. Хорошо. Смайл. Фантазм. О боже. Финц Грипп. Длительность 5 секунд. Учитывая, что не с самого начала поймал. Полсекунду Лайфстиллера было, чтобы добежать до крипов. Хвост не дал стан вовремя. И теперь нужно как-то в инвизе еще и флай. Ой-ой-ой. Как же неудачно. Ну как же ты здесь оказался? Напупей. Ну что же вы делаете? Шекл. Да. Смайл тоже, наверное, убьют. Пытается как-то отбиться. Но здесь ничего не поможет уже. Отхиливается. В сон себя. Через рейдш его спокойно будет и убивают. Вот так вот. Даже использовав свой ульт Хаос. Использовав свой ульт Айдда Андайенг. Они не могут пробить Лайфстиллера. Это печаль. Печаль печальная. Тем временем Рикки тоже только вот снизу убил. Да, Рикки убивает. Стоп. Рикки убивает Бойна наверху. Нет. Здесь он просто не знаю кого. Хвост. Просто отдается. Не, это без шансов сейчас будет вообще. Я думаю, что это уже без шансов. Потому что у Фнатик вообще таких... Вот попробуйте найти в их игре ошибку. Боже, Рикки, где-то еще кого-то нашел. Минус Акс. Они просто бегают по линиям и убивают. Лайфстиллер просто съедает тамбу, шекл. Лайфстиллер спокойно отступает. Верк тоже убежит. У него Вендран, у него Арканцы. Вот они бегают. Бистмастер, смотрите, где находится. Но ему вообще не страшно. А кто его здесь накажет? Хаос на базе. Только вышел. Он об этом знает. Акс на базе. Он видит двоих на миде. А один его никто не убьет. И при этом Нави еще из базы не выйдет. Яш появляется у Рикки. Это еще больше домогает. Еще больше скорость. Рикки спокойно качает лес. Докидывает топоры. Но почему-то Огры не агрятся на него. Ну, я думаю, что наплевать на это. Попытался убить птичку Пупей. Не дотянулся до нее. Ну, что у него там с Меккой-то? Мекка появляется. Великолепно. Помните, у Хаоса был нетвор в 6000. Сейчас меньше. Правда, он купил, конечно. Но все равно, даже если приплюсовать, получается примерно то же, что и было. Драка на миде. Стоит тамба. Пупея бьют. Минус Пупей. Цепляют виспа. Виспу больно. Хорошо, виспа убивают. Рики в БКБ идет дальше. Висп покупается. Виспа ничего нет. Неплохо кайтят Рики. Дэнди. Неплохо, неплохо, неплохо. Лайфстилера бьют. Лайфстилер в рейдже. Ставится очень неприятная тучка. Боже, шекл какой от флая. Флай. Просто этим шеклом сейчас все решает. Лайфстилер выживает. Рики выживает. Трипл килл от Рики. ГГ от Нави. О боже. Какой шекл. Просто охренеть. Там почти убили лайфстилера. Туча, шекл. Все. Минус 2. Ливают Нави. Это еще одно поражение. Да, и вот Фнатики после своего поражения от Рокскиз обыграли Виртус Про и обыграли Нави. А, соответственно, Нави после своего поражения от Пауэррэнджерс проиграли сейчас Фнатиком. И все у них стало совсем плохо. Ждем игру 3D против Виртус Про. Ну и уйдем на небольшую паузу после окончания этой игры. После чего пообщаюсь я с чатом. Все отвечу на вопросы. По поводу лагов тоже в очередной раз скажу для тех, кто не в курсе, что это и почему. 12.05 эра.